Всем привет, я Даша и это прочитанная за месяц. Начну я с книги мемуаров. Вышла тут книга под названием, написанная в Пиачале, мемуары госпожи Хон. Госпожа Хон это что-то вроде рейской королевы. Она жена одного принца наследного, а также мать и бабушка королей. Печаль неизвестно тем, что ее супруг был казнен весьма интригующим образом. Дело в том, что в замке нельзя проливать кровь. И дело в том, что они нашли там лазейку, в буквальном смысле нельзя проливать кровь. И поэтому когда отец ее мужа, по наущению матери, захотел убить собственного сына, то приказал принести бочку пустую из-под риса, посадил туда сына, и тот там сидел несколько дней без воды, без еды, пока не скончался. Этот был человек немножко не в своем уме, он убивал просто по прихоти многих людей, просто обычных слуг, и вот отец пришел к такому решению. Написанное в этих мемуарах является объяснением всех событий госпожи Хон, вдовы этого несчастного. И я когда читала, у меня было постоянно навязчиво, хоть это было интересно, познавательно, у меня было ощущение, что это приливание из пустого в порожнее. Мемуары переполнены причитаниями. Она постоянно оправдывает своего отца, который был осужден, не буду говорить за что, сослан, у него отнимали легалии, некоторые ее родственники тоже, другие пострадали. И она вот их всех оправдывает. Вообще у меня сложилось впечатление, что мир для нее делится на черное и белое, то есть те, кто на моей стороне, не все хорошие лапочки, а те, кто против меня, коварные злодеи. Вообще, надо сказать, говорит она о своих недружелателях очень тактично и деликатно, но, пожалуй, знаете, в те времена иначе нельзя было. Вообще, мне кажется, это очень большой шаг, что для тех лет, по-моему, это 19 век, женщина подобного статуса села писать в подобных событиях, вспоминаниям. И тут она написала несколько книг, и в видении составители приводят пояснительные какие-то замечания на этот черт. И может показаться, что в этих книгах подается одна и та же информация, прививание с пустого в порожнее, но вот последняя книга, она дает какие-то дополнительные сведения, более сильно выраженные эмоции автора, и прям такая какая-то более объемная картинка получается, поэтому, если у вас возникнет такая идея после моего отзыва почитать только последнюю книгу, не делайте так, читайте все, потому что это даст вам какое-то более такое объемное знание. Также тут есть такие интересные приложения, как вот, допустим, Родословная, всех тут упоминающихся, и в том числе карта как города, так и замка. Когда я читала, мне было честно намерение во всю эту информацию смотреть, поглядывать, но я так не решилась. Тут очень, кстати, много имен, невероятное количество. Я никак не могла их между собой разочать, хотя корейские дарамы я смотрю, и в том числе исторические, разумеется, но никак не могла я привыкнуть к именам, не японские, как-то более ближе. И тут имен очень много упоминается, но я в них постоянно пыталась, поэтому обращала внимание только на статус. Там брат, кузен, заловка. Тут есть заловки, я не помню. Также я перечитала и изюминку в коллекции Бориса Акунина. Многие считают, что это одна из лучших его работ. Это двухтомик. Алмазная колесница. В томе первом. Он совсем маленький, узенький. Я прочитала буквально за полтора-два часа. Вот он. Видите, какой-то нюшенький. Поиструется о событиях русско-японской войны, но не в целом. А вот Фандорину предстоит поймать японческого шпиона. Да. А второй-то... Более объемный уже, вот такой-то. Прям уже серьезный. Там события развиваются в 1775 году. Фандорин впервые прибывает в Японию, влюбляется в культуру, боевичие, язык, пытается свой боевые искусства, ну, хотя бы на какие-то основные или базовые умения. Знакомится с массой своим верным слугом впоследствии. Конечно же, переживает влюбленность. И все чувства связаны с этим, все эмоции от и до. Множество приключений его поджидают опасности, интриг. Да. В общем, очень много вот на этот счет. Если вам нравится культура Японии, вы словите кайф. И единственное, здесь очень много персонажей рассуждают о том, что вот сейчас Япония отстала, но минус сколько там лет, и переплюнет абсолютно все ныне развитые вот на данный момент страны. Вот прям много миль вперед и перейдет. И немножечко, как мне кажется, с этим переборчик. Но Акунин сам ипонист, как мы все знаем. И мне кажется, для человека, который одержан культурой другой страны, это и типично, и простительно, и вообще, если у нас есть рэти, и такие рассуждения, за ними любопытно наблюдать. Невероятно интересная книга, но если вы будете перечитывать, то у вас будут более тусклые ощущения, чем если вы будете читать абсолютно в первый раз. Потому что Акунин пишет очень сильно и до такой степени удивляет своими знаниями и талантом, что оставляет очень такой запоминающийся след не только в душе, на эмоциональном плане, но и в голове. То есть вы очень много информации запоминаете просто раз и навсегда. Поэтому, если вы будете читать в первый раз, если будете, конечно, я вам очень рекомендую. Я вам так завидую. Ой, вас такое удовольствие ожидает. Кстати, вначале написано, что Фондорин прибывает из Индии, в Японию. И так как мне любопытна или это культура, то так жаль, что Акунин ни одной книги не рассказал о подключениях в Индии. Ну, видимо, это ему уже не так интересно, как Япония. И он поэтому решил не погружать нас с вами в этот мир. А так жаль. Я бы так хотела. Также хочу вам сказать абсолютно потрясающие книги, не без недостатков, но при этом они ее не умоляют. Красотка 13. Автор Лиза Коли. Тринадцатилетняя Энджи отправляется в туристический поход с друзьями. Ночью она выходит простите за подробности в кустяки и на нее нападает сумасшедший, который жаждет заполучить себе жену и чтобы она выполняла все супружеские обязанности, в том числе интимные, конечно. И самый такой... Перед тем, как прожить самое ужасное, раздается крик внутри девочки. Прячься! Все. Приходит в сознание девочка спустя 3 года, когда ей уже исполнится 16, уже по пути домой. И выясняется, что вот эта прячься это крикнула одна из ее альтеров. То есть у нее равно... Мы все привыкли к термину раздвоения, но в данном случае размножения личностей. Как раз вспоминается книга, по-моему, называется «Невероятные личности Билли Миллигана». Сейчас, секундочку. «Множественные умы Билли Миллигана». Даниэл Киз, автор. Тоже я когда-то читала. Невероятно интересно. Там у человека, у мужчины было свыше 20, чуть ли не 30 личностей. Это редкость в психиатрии. И он убивал. И я когда читала, у меня сразу запомнилась эта книга. Здесь, конечно, не 20, здесь меньше, но все-таки несколько. И вот прячется, кричала одна из вот этих вот альтеров. И когда я начинала читать, я очень удивилась. Обычно пишется либо от среднего лица она пошла, она села, либо от первого я пошла, я села. А тут тыкни. Ты пошла, ты села, ты встала. И это не в плане взаимодействия с кем-то, а вот просто сразу вот так начинается. Я такая, «Вау, прикольно, интересно, занимательно». Все-таки я подмечу, что вот это тыканье, оно исходило от одного из альтеров. И все-таки основная часть повествования, она ведется с привычного нам третьего лица. Совершенно шикарная книга. Я в безумном восторге, несмотря на то, что, ну, на некоторую непредсказуемость, я сказала некоторую, на бложественную предсказуемость, все равно было дико интересно читать, наблюдать за всеми этими вот изменениями персонажей, за всеми событиями. Было отлично, просто здорово, невозможно оторваться. Единственное, очень слабое место. Ой, я была в глубочайшей печали. И дело даже, вот не в том, что я тот же следователь, даже люди не имеющие отношения ни к детективной работе, ни в медицинской области, даже они знают, что, ой, чуть спойлер не спалил, огромнейший, существенный очень. В общем, абсолютно все знают этот нюанс. ведется расследование по сюжету книги. И специалист, профессионал в своем деле, компетентный человек, как он здесь представляется, не видит этого. Но это же очевидно. Вот у нас, в моем городе, врачи, они, я не знаю, ну не ОРЗ, от чумы не отличат. И наоборот. Вот даже они бы поняли этот нюанс. Они бы его увидели, они бы сразу сказали, вот так-то и так-то дело было. Но нет. И это очень здорово, уронило в мои глаза книгу. Но все равно, даже несмотря на это, книга просто отличная. Чего нельзя сказать о следующей книге? Я подписана на книжный канал на ютюбе магазин Полярис. Там ведущий, который меня порой смущает, однажды сказал, что Николай Севичин, автор, это второй Акунин. Тоже он пишет исторический детектив, действия происходят в 19 веке, в Российской империи, тра-та-та. Я, как любитель Сакунина, тут же заинтересовалась, разумеется. Мне захотелось познакомиться с этим дневным автором по словам ведущего канала. И я взялась за первую книгу цикла «Завещание мятежного Абакума». Ну, не знаю. Может быть, дело в том, что этот первый блин, а как мы знаем, согласно поговорке, он обычно кома. То ли ведущий перехвалил автора, то ли я всё-таки зря поверила ведущим, хотя у меня уже был печальный опыт несовпадения вкусов. Но мне не зашло. Кажется, что он так. Это вообще не Акунин. Это даже близко не Акунин. Тем более, что у Акунина персонажи очень реалистичные, натуральные. Они не идеальны, они с недостатками. Не хотелось бы применять слово недостаток. Они с нормальными человеческими слабостями, которые присущи абсолютно каждому человеку. Удеальных людей, как известно, не бывает. Бывает идеальное отношение к ним. И, ну, по порядочку. В чём сюжет? 19 век. Нижегородская ярмарка. Если вы читали призрак оперы, то можете вспомнить, что и там отминался Нижегородская ярмарка. Раньше это было такое очень масштабное событие, которое ныне, к сожалению, уже не наблюдается. Оно ушло вместе с прошлым в прошлое. И происходят некие криминальные события. А наш главный герой, он, собственно, что-то вроде детектива. Причём детектива идеального, совершенного, без человеческих слабостей. Рвёт голыми руками кандалы. Пинком, значит, изящным, лёгеньким таким, выламывает дубовые двери. Умён, как чёрт, знает иностранные языки. Ну, просто слишком идеален. Ну, в общем, это такой средненький, ой, это такой мужской детектив, средненькой руки. И единственное, что тут интересно, это то, что многие персонажи, они действительно когда-то существовали. Это, ну, вот, эти люди действительно когда-то жили и действовали вот именно так, как написано в этой книге. Но, всё-таки, это достоинство, оно самоуничтожается из-за того, что прописаны они слабенько, не ярко, не запоминаются. Вот, если бы я не фиксировала в читательском мненнике, то я бы даже ничего бы не вспомнила. Порой есть такие коротенькие вставочки с целью осветить, посвятить читателя в какое-то знание историческое, там, например, про старообрядцев написано про сам факт Нижегородской ярмарки. И при этом автор хорошо сделал, что написал, ну, то есть не всем же истории интересны, не все, как я. И он приписал, что вот я вам сейчас расскажу, но если вам это неинтересно, вам нужно перелететь к такому вот моменту. И вот это единственное достоинство этой книги, которую я нашла, но для меня оно как-то не особо значительно, потому что мне все историческое как раз таки нравится. А вот следующую книгу я просто обожаю еще с самого детства. Джейн Эйр. Я вам показываю два издания, так как сейчас буду рассказывать незначительные вещи. В общем, у нас в библиотеке есть старинное такое, ну не старинное, достаточно такое пожившее издание, которое выглядит вот таким образом. Оно же 1983 года, представляете, ему больше 30 лет, почти 40. И так как я с детства его люблю, то, конечно, захотела перечитать эту шикарную книгу именно в нем. Дело в том, что одно время оно было по недоразумению сослано в гараж и, видимо, в него там заползли жуки и немножко так сдохли. Я извиняюсь за грубый термин. Когда я начала читать, вот так держа, они из-под корочки, то есть вот сюда в шов заползли, стали вываливаться, причем не кучей, а вот там раз в час, я не знаю, по одному. Я сначала подумала, что они где-то в комнате, тем более, ну, знаете, лето, но я видела, что он уже мертвый упал, но все равно визгу было, ой, сердечных приступов, приносно в смысле, куча. Пока вот, и так вот жуков 5-6 я нашла, пока до меня не дошло, что, собственно, происходит. я заглянула вот в этот шов, там еще один оставался, я как его не трясла, он, ну, никак этот труп не хотел отсюда вываливаться, безобразие, ужас просто. И, в свое время, когда эта книга была сослана, ну, я думала, она просто где-то у нас в библиотеке по четыре тысячи книг, что, неудивительно, я попросила подарить мне родственников, ну, хочется женить. И они мне подарили вот такое здание в мягкой обложке. Мягкие обложки я не люблю. Но другого здания просто не было. И ладно, пришлось, вот, я до середины вот это здание почитала, пока не окончательно дошла до точки. И тогда уже психанула и пришла все-таки на бумажное здание. Ну, в смысле, не бумажное, это тоже бумажное в мягкой обложке. Нашла нужное мне место и продолжила. Теперь введение ненужной информации закончилось, извините. Это, кстати, кому интересно издание эксцессма от 2011 года. О чем эта книга? Если кто не знает, вы существуете. Все начинается с того, что она показывает девочку, сиротинушку, которая живет в доме своей тети, которая ее ненавидит. Она ее третирует, и она, ее дети, и даже слуги в этом доме. И в такой степени она ее недолюбливает, что наконец ссылает в школу интернат и говорит, даже на каникул не вращайся. И когда уже девочка выросла, стала туда устраиваться, и по закону должна была, ну, нужно было согласие опекунов на работу, ей послали письмо, и тетя добрая душа ответила, а мне три кучи. Вот так. в общем, наша главная героиня, как может докладаться, ее зовут Джейн, она стала гувернанткой в одном обеспеченном доме для девочки, которую удочерил, взял под опеку весьма состоятельный мужчина. И в этого мужчину наша главная героиня, конечно же, влюбляется. Вы не думайте, это не женский роман, вот как вы знаете, иногда книги есть такие, которые сплошной тазик с розовым сиропом. Если обычно про такие книги говорят, что они сладенькие, приторные, даже слишком, то здесь любовь соленая. Вот знаете, как малосольные огурцы, вы любите малосольные огурцы? Я дам. Из всех книг, где романтической линии одной является одной из центральных Джейн Эйр, Шарлотте Бронте, моя самая любимая, самая, самая, самая. Вот. И еще, когда я читала, мне не покидало ощущение, что Фрэнсис Элизабет Бёрн очень вдохновляла Шарлотте Бронте. Они почти современницы. Фрэнсис жила чуть-чуть позже. То знаете, я ее обожаю. Вы читали маленькую принцессу, лорд Фаунтлеру, если я правильно сейчас произнесла его имя, таинственный сад. Ой, я обожаю вот эту вот тройку повестей. И я, когда перечитала Джанэр, я обнаружила очень много общего. Я даже исписала приличное количество структуре с Кальцком Минюклике, сравнивая разных персонажей. Атмосфера вообще очень похожа. И вообще это типично для людей, которые восхищаются другим каким-то человеком. Совершенно подсознательно, неосознанно, это не плагиат. Подражать манере говорить, поведению, каким-то фразам, запоминать их и тоже использовать в своей речи. И, видимо, я вот прям не сомневаюсь, я не проверяла эту информацию все равно, мне кажется, Францис Элизабет Бёрнет просто восхищалась Шалута Бронтейджа, наверное, конечно же, тоже в частности, потому что ну прям видно, что она прям вот ну очень похожа. И теперь я Францис Элизабет Бёрнет люблю еще больше. А вот следующие книги я, боюсь, буду выражаться не в столь позитивном ключе. Майра и Морок Лия Арден. Мне нравится славянское фэнтези и абсолютно все книжные видео блогеры захлёб просто с пеной у рта, со слюнями восхищения рассказывают об этом произведении. Я загорелась и обычно, чтобы не сотворять себе спойлеров, я очень нагадлива и это просто не жизнь. Обычно после каких-либо хотелок, что вот услышала чей-то отзыв, не захотелось почитать, я жду какое-то время, чтобы отзыв позабылся. Но здесь я не удержалась, начала читать. Слушайте, мне, конечно, привыкло, что уже, что мое мнение обычно отличается от большинства, от общей с кином в Либии и вообще всю жизнь была гелой вороной. Но такого подвуха я не ожидала. Я вас заклинаю, не смотрите отзыв на эту книгу, я оставлю под видео коды, переходите сразу к следующей, потому что вы расстроитесь. Если вам нравится эта книга, вы расстроитесь. я не хочу вас огорчать, поэтому рекомендую перейти уже к следующей книге. А те, кто не читал, оставайтесь. Ну, и тоже переходите как хотите. Я постараюсь держать себя в руках, хотя спокойствие Будды не гарантирую, потому что хоть прошло уже неделя, две все поколки я прочитала, но до сих пор чувство не буду уточнять какие, но негативные. У меня в душе на поверхности плавает. О чем книга? Жили-были мары и мороки. Мары не боги, хотя есть такие в славянской мифологии. Значит, мара символизирует смерть и лютую стужу зимнюю, а морок это ее сын, бог болезни и обмана. И вот есть слуги этих богов, но они не негативные. Мары не уничтожают упырей и прочих няшек, а мороки это мужчины в отличие от марок и у них немножко другой функционал и более мощные возможности. в том числе они могут поднимать уже усопших людей из-под земли, оживляйки, грубо скажем. И вот по капризу, иначе сказать не могу, одного принца морок соглашается поднять марок. Дело в том, что этот принц с детства держим рассказанный о марах, которые вымерли еще 200 лет назад в результате трагических событий определенных. Дело в том, что вот этот принц капризуля он его государство соперничает с соседним он жаждет его уничтожить Аумар Зуб это королевство и он подумает а что бы нет она хочет отомстить подниму ее пусть она там у него брат еще болезненно валяется пусть она брат исцелит да королевство погубит ну ладненько и вообще этот мор поднимает мару уничтожить излучиваю так и так уничтожить там слегка королевство у которого царская семья послужила под причиной уничтожения общих сихмар еще 200 лет назад вот и там живут потомки тех людей хотя 200 лет прошло улавлю тогда уже минутку раздражения а давай уничтожим а ты такая а давайте представление ведется здесь от первого лица и где-то первую половину книги чередуется манера подачи информации нынешний день для Мары и ее воспоминания когда воспоминания заканчиваются книга переходит уже в одной в объединенный режим сегодняшнего дня сегодняшнего для клана героини а теперь переходим к моим негодованиям ой я конечно все понимаю книга писалась за один месяц 4 недели заняла у автора но все-таки надо же как-то я не знаю редактура была мне отложилось впечатление что автор пришла в издательство те сказали как шикарно и издали без редактуры пойдем вы меня извините я буду подглядывать читательский дневник потому что если буду говорить на живую то я сорвусь на эмоции а я не хочу никого убедить кто-то из читающих осталось посмотреть отзыв поведение персонажей здесь не только не соответствует их характеру обычно такое случается но обычно в книгах это аргументируется состояние эффекта истерика какие-то психологические проблемы фактор повлияли на ну как-то одеясь ну просто вот вам линия поведения смиритесь ну и вообще неестественно какое-то поведение персонажей ну например приводит ту самую мару королю к отцу принца который ее воскресил вместо того чтобы спокойно рассказать в чем дело минуты не прошло со временем знакомства он уже начинает вселеть ой какой я добрый ой какой я хороший но никто не ценит этой моей доброты я сижу такая думаю ну ладно допустим но это не единственный такой вот пример мы на нем пожалуй сами остановимся не до конца продуманный мир например вот чтобы найти очередную мару и должна быть семьи когда одна умирает другую находит ориентира два девочке 10 лет и у нее черные волосы но кстати встречается исключение среди черноволосых и немножко как-то странненько как они вообще находят если даже цвет волос не гарантия это потому что 10-летних девочек черноволосов очень-очень много то есть а как вообще тогда и ну вот эта ситуация сбора она очень сильно ассоциируется с гробницей Атуана у Сулы Гуин из цикла лошадей земноморья это не есть хорошо когда столь четкие ассоциации с другим произведением тем более таким легендарным и как бы вот вот это и описание здесь какие-то слабые например человек впервые видит личность в таком пожившем возрасте пенсионном скажем так и думает про себя цитирую волосы некогда густые теперь редкие и вялые откуда знает она его впервые видит может у нее всегда были редкие жиденькие слабенькие тоненькие волосики ну прям как у меня вот с чего она взяла что некогда не были густые портретов она не видела описаний не встречала все подряд дико красивые это нереалистично и неправдоподобно выглядит ну и некоторые ситуации откровенно скажем прописаны ну я бы доработала очередная цитата плечо прилетает преиспевший помидор вначале один сразу за ним второй горско детей с визгом ужаса замечают что мы обратили на них внимание разбегаются разные стороны конечно она заметила или дети что думали что она 200 лет там усопшая была встала такая ой как прикольно изменился этот мир смотрите играет из помидоров правда прикольно как что все вот самая такая существенная деталь надо было вначале мне это сказать как я говорю я по мере написания вам озвучиваю все подряд мужчины флиртуют с главной героиней и мечтают войти с ней в физический контакт ну как бы девушка пролежала под землей чтобы вы понимали 200 лет отмечается да что она хорошо сохранилась но по ней жуки-то ползали всяко я не говорю про внутри потому что все-таки хорошо сохранилась значит все-таки ну может не ползали внутри но сверху то ну и вообще под землей да и она оживший мертвец по сути ну брезгливость то где лео ну поначалу когда ее только подняли она еще там цвет кожи соответствующий глаз волос там запашок и люди которые встречались на пути они конечно шугались но во дворце абсолютно все адекваток не относились как обычному совершенно человеку и ну это ненормально ну продолжаем говорить о логике цитата снова Николай и Данил не родные братья единокроды по отцу матери у них разные я вспоминаю что внешний Николай и вправду отличается от Елены и Данила вот эта аргументация вот этот довод получается согласно формулировке что дети одних и тех же родителей всегда одинаково с лица словно двое из ларца так что лет я что-то не поняла может ну и вообще хорошо бы продуманности мира автор уделил бы больше внимания чем писание одежды то принц делал такой так рафтан мара надела такое платье на бал телохранитель принц тренер вот такую рубашку напялил может все таки поменьше обладает и побольше логики и еще логики кстати как мы помним мара поднята из мертвых и убить ее нельзя единственный способ это убить того кто ее поднял ну или хотя бы ранить цитата кто-то сдавливает мне шею кто-то кто знает меня достаточно хорошо чтобы знать что воздух не имеет значения то есть автор сама пишет он сдавливает горло сильнее и тело становится ватным а я проваливаюсь в темноту просите что автор тут же пишет что воздух не имели в нее значения она может жить и без этого существовать вернее пока жив то ее ну морок в общем ну тут есть маска слабенькая что это ну из-за эмоциональной нагрузки психология там все такое чисто психологически что мне кажется слабоватый какой-то аргумент так себе я не оценила вот а вообще сюжет предсказуем до такой степени что вот заканчивается это первая часть это не целостная книга заканчивается на самом триггующем моменте но мне даже не интересно что там будет дальше я даже не планирую читать потому что я понимаю что там будет дальше мне это легко предвосхитить и лишь однажды автору меня удивили так что челюсть у меня поползла так вниз а брови наоборот наверх это было только один раз ну совсем немножко об авторе самой я нахожу необычным что человек который пишет как она думает о славянском фэнтези хотя от славянского фэнтези здесь только упоминание Мары Морка упоминание совершенно вскользь известнейшего дохристианского славянского праздника ну и то что у персоналя что кстати помечательно не дохристианские имена а уже инды в православии все абсолютно ничего здесь славянского нет это просто видимость такая а на самом деле атмосферы вообще абсолютно нет так вот удивительно что человек вообще как она думает славянское фэнтези все развлекается культура Японии Кореи живет даже Южной Кореи и псевдоним то то есть это не ее настоящее имя взяла такое похоже на западное и то есть она конечно не обязана носить какой-нибудь псевдоним типичный русский я не знаю Настасья Родослововна и писать исключительно о культуре Японии и Кореи конечно не обязана но все-таки меня это удивило немножко это достаточно необычно да и героиня у нее скажем скорее инвестирова согласиться уничтожить человека вся вина которого в том что его предок живший 200 лет назад якобы это даже не доказано имеет отношение к уничтожению ее ну скажем так клана это даже не доказано ну то есть а он то чем виноват тот кого он не доверит а чем виноваты простолюди живущие в этом королевстве но при этом должна отметить пишет актер неплохо несмотря на то что я подметила столько слабых мест я дочитала все-таки и просто нужно подумать над продуманностью мира над персонажами над логикой и все будет хорошо но пока это сыро и вторично и кстати очень мне напомнила книгу Джон Хэм Наследие журавля только в переработанном ключе далее я перечитала книгу Шандаран Гэри Дэвид Робертс автор нашим я очень книга перечитала ее в 3 или 4 уже раз и каждый раз неизменно ставлю этой книге оценку 5 выше через сюжет авторитский заключенный наркоман преступник бежит из тюрьмы в Индии спасаясь от властей там он находит друзей работу любовь в конце концов книга очень экранна там и романтика и ключей и разбой и даже политики есть сразу обо всем очень много фраз достойных того чтобы быть записанными в цитатник абсолютно дивно удается автору передавать свою любовь к Индии атмосферу тамошню менталитет пояснять нюансы я не знаю души местных жителей я вот даже пока читала в жизни начала покачивать головой по-индийски вот так вот ну знаете как они делают ну может мне не очень получается но я вот так вот начала делать до такой степени автор прям удается это делать немножко необычно что обычно в книгах начинается в одной струе а заканчивается так сказать на позитиве так сказать на восхождении то есть на исправлении ситуации а здесь наоборот начинается красиво я бы даже сказала поэтично но ближе к концу книги мрачнее у меня душа прям устала ну вообще кстати если раньше я была в полном восторге в книге то я сейчас стала подмечать некоторые моменты вот я например упомянула что очень много красивых фраз но я тут заметила что фразы подобрана именно не на философскую глубину а именно больше санитирована на красоту вот именно на внешний лоск хотя конечно и мудрых полным-полно очень многие дорабатывала с многими была вообще не согласна ну никак это может быть дело во мне а не во фразах немножечко у меня стало меняться отношение главного героя то ли он хороший делает очень много добрых дел спасает другие жизни когда его просит помочь он не спрашивает чем он сразу говорит хорошо что делать то есть сначала соглашается потом уже спросит что делать но вот помните поговорку скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты вспомнили теперь обращаем внимание хороший друзьям у него тот кто ну фиг с ним что он задействован в подпольном бизнесе но он радуется убийством и массовым беспорядком потому что это очень хорошо где его делать темно а другом своем друге убийце с которым он сидел напомнил убийце подчеркиваю еще раз он говорит он был хорошим человеком очень душевным ну 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 теперь когда я чуть капнула дюкте перейдем следующие книги монахиня Дэнни Дидром как можно уже частично догадаться под названием речь пойдет о девушке пенишей обед которая живет в монастыре но дело в том что ее фактически силой заставили стать монахиней и книга повествует нам о том лицемерии которые творятся в таких вот учреждениях как монастырь где казалось бы все любят Бога должны быть добрыми помогать друг другу любить ближнего и все такое но они очень жестокие готовы напить другого человека по каким-то мелким причинам уничтожать его даже доводить до самоубийства ведь это грех тот какой в общем этому и посвящена книга и она написана от первого лица и это пожалуй пистолянный жанр потому что события описываются в таком формате что главная героиня пишет письмо никому маркизу с просьбой помочь и в этом письме писать все свои заключения книга весьма любопытна с первых жесток вызывает живейший интерес читателя и удерживает до последних строк она коротенькая много времени вы не потеряете очень интересная я читала не отрываясь ну и переходим к следующей книге мне 10 лет я разведена авторы ну джут али это главная героиня на реальных событиях ильфи минуи возможно я сейчас неправильно прочитала имя прошу прощения главная героиня живет в емилене где достаточно распространенное явление когда девочку маленькую выдают замуж так происходит и здесь ребенку всего 10 лет а ее уже выдали замуж и правда там отец поставил условие что муж не прикоснется к своей жене пока у нее не пойдут женские дни и с этого ментинга должен пройти год и только потом он третийцебрачная ночь скажем так но муж не выдерживает и первая же ночь становится брачным и он ее постоянно сбивает тратирует и в конце концов она тайком убегает и требует развода и вот об этой всей ситуации рассказана книга несмотря на то что тема достаточно такая печаленькая и грустная описано все очень элекатно и тактично только я вас очень прошу вам станет любопытно что произошло с девочкой потом потому что событие развлечения в 2008 прошло существенное количество лет она возрослела уже вам захочется узнать не делайте этого пусть главная героиня останется такой какой вы ее увидели в книге ух я аж прям устала на это все следующая будет прочитанная за лето до скорых книг пока 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 Продолжение следует...